В Москве произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла известная российская актриса Лариса Удовиченко. По информации из источников, легковушка которой управляла артистка, столкнулась с грузовиком на большой скорости. Столкновение было смертельным, и Удовиченко скончалась на месте происшествия. Ей было 69 лет. Лариса Ивановна Удовиченко родилась в Австрии в апреле 1955 года. Ее отец, Иван Никонович Удовиченко, украинец по национальности, служил военным врачом и принимал участие в значимых событиях истории, включая Финскую войну и Великую Отечественную. Ее мать, Муза Алексеевна, родом из Ленинграда, была представителем интеллигентной семьи. Семейная история Ларисы Удовиченко насыщена событиями времен войны. Родители встретились на Дороге жизни, где отец, Иван Никонович, ради любви к Музе Ивановне, оставил первую семью. Вместе с Ларисой в семье, росла старшая дочь Яна, которая также связала свою судьбу с киноиндустрией. После окончания срока службы отца семья, переехала в Украину, где Лариса продолжила свое образование. Лариса Удовиченко стала известной в кинематографе, благодаря своему таланту и преданности искусству. Ее трагическая гибель, оставляет тяжелую утрату в мире культуры и кино. Уже в детские годы, Лариса Удовиченко проявляла яркий интерес, к актерскому искусству, мечтая стать артисткой. Эта мечта воплотила в себе и несбыточные стремления ее матери, Музы Алексеевны. Муза начала свое образование, в Ленинградском институте театра, музыки и кино, однако начавшаяся Великая Отечественная война, вынудила ее прервать учебу. После войны семья переехала, и Муза вышла замуж за военного врача, что лишило ее возможности завершить образование. В юности Лариса также проявляла интерес к спортивной гимнастике, однако страсть к театру победила, когда она начала занятия в студии актера при Одесской киностудии. Ее талант был замечен режиссером Александром Павловским, который пригласил ее на роль в фильме «Счастливый Кукушкин», открывшем творческую биографию Удовиченко. Спустя два года после этого Лариса снялась, в еще двух лентах, включая приключенческий фильм «Жизнь» и «Удивительные приключения» Робинзона Круза, где она сыграла возлюбленную Робинзона. Несмотря на обиду от того, что ее сцены были вырезаны из фильма, Лариса продолжала свое кинематографическое путешествие. После получения школьного аттестата Лариса отправилась в Москву, чтобы осуществить свою мечту стать актрисой. Она прошла во ВГИК, где вместе с ней учились и другие будущие звезды отечественного кино, такие как Александр Сокуров, Павел Чухра и другие. Ее наставником стал Николай Еременко, который играл важную роль в формировании ее творческой личности. Однако третья курсница Удовиченко пережила тяжелую утрату, ее мать скончалась от рака, и ей пришлось пережить это тяжелое испытание во время своего обучения. Тем не менее, Лариса продолжала двигаться вперед, полная решимости преодолеть любые трудности на своем творческом пути. Первую серьезную роль Лариса Удовиченко сыграла в фильме «Дочки матери», созданном ее учителями, Сергеем Герасимовым и Тамарой Макаровой. Этот фильм до сих пор считается классикой советского кинематографа, и он смотрится с удовольствием вне зависимости от времени. После окончания ВГИКа, в 1976 году Лариса, появилась сразу в четырех фильмах, среди которых были такие работы, как трагикомедия «Трэнтрова» и драма «Красная и черная», которые принесли ей широкое признание. В 1978 году Удовиченко сыграла в шестисерийном детективе «Это все о нем», который стал популярным в наши дни. Ее игра в этом фильме привлекла внимание к ее таланту, а сценарий написал известный автор Вилли Патов. Еще одной любимой работой Ларисы, стала мелодрама «В моей смерти, прошу винить Клаву», где она сыграла яркую эпизодическую роль. Затем последовали роли в фильмах, которые принесли ей еще большую популярность, такие как «Валентины Валентина» и «Многосерийная лента подросток». Лариса Удовиченко продолжала завоевывать сердца зрителей своим талантом и чувственной игрой. Яркой работой этого периода считается ее роль в фильме «Успех», где она сыграла артистку Сабурову. Этот фильм, созданный на музыку Максима Дунаевского, прославился не только своими музыкальными номерами, но и потрясающим актерским составом. Несмотря на то, что в начале ее карьеры ее часто путали, с другими актрисами, Лариса Удовиченко вскоре завоевала своих поклонников, своим неповторимым талантом и харизмой, становясь неотъемлемой частью Золотого фонда отечественного кинематографа. 1985 год стал триумфальным для Ларисы Удовиченко. Шесть фильмов с ее участием вышли на экраны, и каждый из них был тепло принят зрителями. Среди этих работ были такие яркие картины, как трагикомедия «Искренне ваш», Аллы Суриковой, комедия «Опасна для жизни», Леонида Гайдая, мелодрама «Поездки на старом автомобиле Петра Фоменко» и комедия «Миллион в брачной корзине» Всеволода Шиловского. В этом же году Лариса создала яркий образ художницы Софьи Абрамовны, в трагикомедии «Какая чудная игра Петра Тодоровского». Но самыми успешными и любимыми среди зрителей стали, лирическая комедия «Самая обаятельная» и привлекательная и сериал «Зимняя вишня». В 1990 году Удовиченко приняла участие в создании драмы «Собачий пир» по сценарию Виктора Мережко, которая была отмечена на нескольких международных кинофестивалях, однако в ее творческом пути были и вызовы. В фильме «Сукины дети» ей пришлось сыграть обнаженную, что вызвало огромный интерес у публики, и даже привело к изменению статуса фильма на эротический, в советском кино. Важным этапом в карьере Удовиченко стала работа, в фильме «Любить по-русски Евгения Матвеева», где она сыграла с Никитой Джигурдой. Несмотря на полученные отказы и вызовы, Лариса продолжала свое творческое развитие, становясь все более узнаваемой и любимой зрителями. Ее настоящая сила проявлялась в комедийных ролях, где ее талант и харизма блестяще совпадали с требованиями образов. Пиком популярности Ларисы Удовиченко стал выход на экраны культового криминального фильма Станислава Говорухина «Место встречи» «Изменить нельзя». Изначально актриса пробовалась на роль милиционера Синичкиной, но отказалась от нее, считая ее слишком обыденной. Вместо этого она предложила свою кандидатуру на роль Маньки Облигации, что стало полным сюрпризом для режиссера. Ее перевоплощение в астрохарактерный образ было впечатляющим, а фраза о правописании, которую придумала сама Удовиченко, стала легендарной. В 2000 году Лариса снялась в главной роли мелодрамы 8 марта, где исполнила роль учительницы географии. Этот фильм стал еще одним подтверждением ее таланта и многогранности как актрисы. Важным проектом стала вторая часть «Детектива. Женская логика», где она блестяще сыграла роль жены вице-губернатора. Лариса продолжала балансировать между комедийными и драматическими ролями, воплощая в жизнь образы, которые оставались в памяти зрителей. Ее участие в разнообразных проектах, таких как «Блуждающие звезды», «Женщина для всех» и «Тортюв», показывала ее универсальность как актрисы. В последние годы Лариса Удовиченко продолжает радовать поклонников своими выступлениями в популярных сериалах и комедиях, демонстрируя свою выдающуюся актерскую мастерство и широкий диапазон талантов. Несмотря на изменения в кинематографической индустрии, ее непрерывная преданность и творческая энергия позволяют ей оставаться одной из самых заметных и любимых актрис российского кино. В 1998 году Лариса Удовиченко впервые вышла на театральную сцену, когда ее пригласил Виталий Соломин. Они вместе сыграли в спектакле «Сирена и Виктория». После этого Удовиченко активно участвовала в различных театральных постановках, таких как «Кто последний за любовью», «Похищение Сабинининова», «Роза с двойным ароматом и женитесь на мне». На кинематографическом фронте Лариса продолжала поражать зрителей своим талантом. В «Криминальном детективе сувенир из Одессы» она сыграла главного персонажа, где речь шла о драгоценном амулете, украденном у знаменитого французского скрипача. В последние годы Лариса Ивановна остается востребованной актрисой на российском телевидении. В 2019 году она сыграла в сериале «Мазгас. Новое дело майора Черкасова» и киноальмонахи «Счастье это». В 2021 году она вернулась к роли в семейной саде «Осколки». Новый сезон, продемонстрировав дальнейшие перипетии героев спустя три года, после событий первого сезона. Кроме того, ее кинематографический путь обогатился участием в украинской многосерийной драме «Без тебя», которая вышла на экраны весной 2021 года.